Добрый день. Если говорить от общего к частному, то на самом деле в задачи Министерства Мужских Отношений входят два больших блока. Это наши расходные обязательства и доходные обязательства. Что касается расходов, здесь наши приоритетные задачи – это реализация стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года и реализация так называемых майских указов президента. Что касается стратегии, по сути, на самом деле эти вопросы пересекаются очень тесно, поскольку отдельные разделы стратегии связаны не только с кластерным развитием Омской экономики, но и улучшением качества жизни наших граждан. Поэтому в этой части, что касается непосредственно деятельности Министерства Мужских Отношений, безусловно, в плотной связке с другими органами исполнительной власти, но тем не менее, где мы являемся распорядителями, ответственными исполнителями и непосредственными реализаторами задач. Это вопросы, связанные с предоставлением жилья детям-сиротам, это вопросы, связанные с созданием, улучшением нормативно-правовой базы по предоставлению земельных участков льготным категориям граждан, в частности, основная категория – это многодетные семьи. Это вопросы, связанные с развитием дошкольных детских учреждений, все, что касается нашей задачи искоренения очереди в дошкольные детские учреждения и обеспечения всех детишек местами. Вот это самые основные задачи, связанные с расходами. Что касается доходов, конечно, это обеспечение неналоговых поступлений в бюджет Омской области от распоряжения имущества, включая отчуждение, включая аренду. Соответственно, доходы, наши доходные источники и обеспечиваете самой какой-то части расходные обязательства правительства Омской области. Ну, кроме того, нужно говорить о том процессе, который мы плотно начали заниматься в этом году, связанном с инвентаризацией областной собственности на предмет рациональности и целесообразности ее использования. Соответственно, сегодня уже есть определенные результаты, но при этом мы говорим, что никакой самоцели, связанной, скажем, с отчуждением излишнего имущества у нас нет. Речь идет о рациональном ее перераспределении. Часть объектов будет использоваться областными учреждениями, часть могут быть переданы, скажем, в районах Омской области на уровень поселений для обеспечения деятельности муниципальных образований Омской области. Ну, часть, безусловно, может быть выделена для приватизации и повышения доходной части областного бюджета. Ну, вот укрупненно так. Значит, мы сегодня находимся в процессе завершения приватизации обл.автотранса, как госпредприятия, но мы говорим об акционировании, правильно? То есть способ приватизации – это акционирование. Соответственно, мы не отчуждаем здесь акции, а просто изменяется организационно-правая форма с госпредприятия на акционерное общество. Вот из крупных все. То есть есть мелкие предприятия, там семейно-водческие станции, типографии районные, где тоже есть преобразование. Там не в акционерное общество, а в общество с ограниченной ответственностью. То есть то, что касается изменения статуса ГП в ОАО. Если говорить о существующих областных предприятиях, это 53 предприятия, основную часть их составляют предприятия дорожной отрасли. Там сегодня не идет речь об акционировании. Там сегодня рассматриваются варианты оптимизации этой сети, преобразования, возможно, объединения каких-то областных предприятий в этой сфере. Но крупных предприятий, связанных с акционированием, в этом году не предполагается. Вот заметьте, предыдущий вопрос был о приватизации предприятий. То есть когда предприятие преобразовывается в акционерное общество. Если следующий вопрос, как я понимаю, о отчуждении акций акционерных обществ, да, у нас в плане приватизации есть Теврис, Нефтегаз. Мы продолжаем этим заниматься, пока, ну, на самом деле понятно, что процедуры конкурсные, аукционные, да, тем не менее мы говорим о том, что есть смысл тратить деньги на оценку предприятия, и есть смысл выставлять его на торги, тогда, когда мы видим потенциальных приобретателей, да, хотя бы одного, чтобы можно было проводить. Если мы не видим организации, готовые приобрести тот или иной актив, ну, вот такой крупный, да, понятно, когда мы отчуждаем, скажем, просто нежилое помещение или там какое-то отдельное здание, тут нет смысла проводить даже предварительный маркетинг, мы выставляем и смотрим, кого оно может заинтересовать. Когда речь идет про такие существенные активы, конечно, нужно проводить определенный анализ рынка. И пока по Теврис, Нефтегазу, к сожалению, мы не видим достаточного игрока, который мог бы приобрести этот бизнес. Тем не менее, задача такая, она сохраняется. Что касается, если вопрос будет по АРВД, который также находится в плане приватизации, там у нас не предполагается его отчуждение на торгах, а путем внесения в виде вклада в основной капитал в другое акционерное общество, принадлежащее правительству Омской области, это корпорации развития Омской области. В сегодняшнем бюджете Омской области доходы от неналоговых поступлений, которым администратором выступает непосредственно Министерство имущественных отношений, предусмотрено в размерах 185 миллионов рублей. Но дополнительные задачи, которые ставятся к нам в рамках антикризисных мероприятий и так далее, обеспечить поступление в этом году дополнительных доходов еще в размере 300 миллионов. Поэтому один из инструментов, это вот та самая приватизация, это один из инструментов, потому что есть пересмотр политики правительства Омской области в части, предположим, дивидендов от деятельности акционерных обществ, там где есть доля собственности Омской области, там работа по повышению эффективности деятельности госпредприятий, и вот в прессе, в принципе, были замечены наши действия по внедрению новой системы оплаты труда для руководителей предприятий, которые стимулируют их к повышению эффективности своей деятельности. Соответственно, это приводит к увеличению доли чистой прибыли и, соответственно, той доли, которая поступит в бюджет Омской области. Так вот, возвращаясь к вопросу о инвентаризации, у нас, то есть это не хаотичный процесс, то есть, естественно, мы утвердили план мероприятий у первого заместителя, председателя правительства Омской области Гамбурга Юрия Викторовича, где разложено поэтапное, ну, мы идем по отраслям, по министерствам, то есть берем по очереди каждое министерство и подвиновственные ему предприятия и учреждения, и проводим вот ту самую такую плотную инвентаризацию, то есть до июля месяца мы ее завершаем. При этом у нас схема такая, то есть по мере выявления мы уже формируем предложение по использованию имущества. Например, вот уже в ближайшие дни мы внесем дополнительные объекты, в частности, в план приватизации имущества Омской области. То есть мы не говорим о том, что вот мы до июля только работаем и ищем, а потом только начинаем. Нет, вот по мере того нашли, увидели, посмотрели, куда, то есть у нас уже по ряду объектов есть предложение по перемещению областных учреждений с целью снижения расходов тех, которые они несут сегодня в других помещениях. На Красногвардейскую 42? Я сейчас, например, говорил не про них, но про них тоже можно упомянуть. Да, Красногвардейская 42, туда у нас приезжает региональная энергетическая комиссия из помещений на Красный путь 89. И сегодня, ну до сегодняшнего дня, вот РЭК находилась там, половина помещений 400 квадратных метров, приблизительно, это областная собственность наша, да, а еще 400 частная собственность. И там, соответственно, была аренда, порядка 4 миллионов в год. Затраты были, получается, областного бюджета для размещения органов исполнительной власти. Конечно, это неэффективное расходование средств. Наша позиция, что, естественно, областные организации, начиная от органов исполнительной власти и заканчивая учреждениями и предприятиями, должны находиться в областных помещениях. Это осуществимо? Да. Поэтому вот сейчас, в частности, РЭК, да, у нас постепенно переезжает на Красногвардейскую 42, постепенно, потому что, да, помещение, ну у нас, получается, некоторые шахматы, да, перемещение определенных структур, косметический ремонт кое-где, мы должны обеспечить деятельность не хуже, чем она была, да, в чем-то даже попытаться улучшить. Поэтому, я думаю, до августа, максимум сентября, мы РЭК до конца переместим. Вот. А я до этого говорил, на самом деле, о других учреждениях, подъездных, в частности, главному управлению ГОИЧС, тоже, которые сегодня находятся в помещениях или плохо приспособленных для деятельности, или в том числе не являющихся областной собственностью. И тоже мы уже в ходе нейтрализации выявили в Старом Кировске подходящее здание в хорошем состоянии, которое, ну, практически готово для того, чтобы они могли туда переехать. И, соответственно, тоже там ожидается существенная экономия, связанная с расходами вот именно на эксплуатацию помещений. И это случаи, ну, не сказать, что массовые, но и не единичные. То есть мы тем самым оптимизируем размещение наших организаций. Севастопольская А4. У нас на сегодняшний день, скажем так, по Омской области половина субъектов испытывают затруднения в своевременном предоставлении земельных участков. То есть, понятно, наша цель, что обратилась семья, вот оно предложение, вот оно получение. К сожалению, сегодня эта схема пока нереализуемая в связи с, ну, есть несколько причин. Самая основная, это на самом деле, как это ни странно, но тем не менее, дефицит земельных участков. В плане того, что они в принципе, вот земель нет, земли, конечно, есть. Но они же должны соответствовать по виду разрешенного использования, по территориальному принципу. То есть там, где действительно можно построить жилые дома, и в дальнейшем они могут быть оснащены объектами коммунальной инфраструктуры, транспортной, инженерной и так далее. Поэтому у нас в ряде муниципалитетов Омской области, ну, самая сложная ситуация, понятно, это муниципальное образование город Омск, Омский район, Любинский район, там, где, к сожалению, сегодня очередь достаточно большая. Значит, у нас на сегодня на учет, как нуждающиеся в предоставлении помещения, более 4 тысячи, 4 тысячи 380 семей стоят. Были поставлены за весь период. Из них более тысячи, 1080 получили уже земельные участки. В том числе это 300, ну, на сегодня, наверное, уже 305. Это муниципальное образование город Омск, остальные это районы Омской области. Вот, соответственно, можно, если мы зафиксировались бы сегодня, вот говорим, все, больше на учет не встают, да, вот мы видим дефицит, да, 3 тысячи земельных участков, ну, это грубо говорю, да. Понятно, что процесс продолжается, то есть новые семьи встают на учет, но в то же время и повышается интенсивность процесса предоставления. То есть у нас было, вот я основную проблему назвал, дефицит земель, да, были до этого вопросы и связанные с процедурой предоставления. И здесь мы очень тоже много времени потратили и нашли консенсус, договорились по оптимизации процедуры предоставления. Вот, но самое-то главное, почему происходит так, что даже бывает, что участки сформированы, но тем не менее не предоставлены. Две проблемы. Первое, это все-таки обеспечение участков инженерной инфраструктуры, то есть часто семьи отказываются именно по этой причине, что не видят коммуникации. Вот, а второе, ну, право выбора должно быть. То есть мы говорим о том, что да, возможно, по какой-то причине, вот особенно, скажем, если город Омск, то он для тех, кто стал в очередь в городе, ну, не очень принципиально, в каком именно районе он будет жить, хотя тоже бывает предпочтение. А, скажем, Омский район, там, да, человек стоит, скажем, на учете в Усть-Заостровке, а ему предлагают там в район Чернолучья или другой. Он говорит, нет, у меня здесь семья, здесь работа, здесь и так и хотелось бы. Поэтому приходится еще территориально формировать вот эти вот самые массивы. А именно вот проблема обеспечения инженерной коммуникации, то, о чем мы тоже занимаемся, это госпрограммы соответствующие есть, в том-то и дело, что невозможно эти участки равномерно разбросать по частному сектору, например, в городе Омске, а именно их нужно формировать массивами, чтобы их можно было обеспечивать. Поэтому, подытоживая, вот цифры по очередности я назвал, мы рассчитываем, сегодня задачи поставлены, задачи правильно понимаются всеми органами местного самоуправления, идет интенсивное формирование новых земель для ИЖС. Мы рассчитываем, что в этом году будет предоставлено не менее полутора тысяч земельных участков. Соответственно, половину потребностей, которые на сегодня есть, ну, при благоприятном стечении обстоятельств, да, то есть, опять же, если люди будут соглашаться на эти участки, да, что тоже немаловажно, вот, то вот наполовину мы эту очередь сократим, и, соответственно, те самые наработки, которые есть по формированию новых участков, они будут и заделать для следующего года и так далее. Но, на самом деле, вот, особенно, что касается муниципального образования города Омск, нам или необходимо двигать границы, что сложно очень, да, или выходить в Омский район, что законодательство позволяет, но Омский район сам еще своих не обеспечил, то есть, есть вопрос, да. Вот, или, на что мы очень сильно рассчитываем, это все-таки успешное проведение, завершение переговоров с Министерством обороны Российской Федерации о передаче в муниципальную собственность тех земель, особенно, вот, в Ленинском административном округе полигонных, которые эффективно не используются Минобороны, и, по сути, не нужны военному ведомству. Но, если вы знаете, вот, о том самом процессе передачи в муниципальную собственность объектов Минобороны, которые там, ну, не только земель, а и объектов, которые предусмотрены еще Федеральным законом 423, но исполняется очень медленно и плохо, причем, ну, большая часть вины лежит именно в Министерстве обороны в данном случае. Поэтому, вот, эти решения, они своевременно не принимаются, ни по объектам недвижимости, ни по земельным участкам. Вот, мы работаем через депутатов Заксобрания, через сенаторов, через полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Толоконского и непосредственно за подписью губернатора, причем и в режиме переписки, и встречи проводятся соответствующие на высоком уровне. Я надеюсь, все-таки нам удастся решить этот вопрос. Тогда, на самом деле, если мы, вот, по гектарам, если говорить, земли Минобороны перекрывают полностью потребность муниципального образования города Омска. Ну, понятно, что не все земли могут быть, опять же, по ДЖС, да, то есть что-то, возможно, там, по генплану оно и другим образом. Ну, вот, в частности, вот, то самое, что, если мы представляем, полигоны в южной части города Омска, да, вот, в Ленинском административном округе, оно полностью закрывает потребность города Омска, скажем, можно это сделать по многодетным семьям. Мы на это здорово рассчитываем. Вот, но и в то же время не говорим, что это единственный вариант, то есть там, опять же, это федеральная собственность. Вот, работаем по тому, что есть, по неразграниченным, по муниципальным, но, главное, есть понимание задачи и необходимости решения. Медленно и сложно. Там очень сложная система согласования, тем более, вы видите, что сегодня, например, в Омской области нет представителя ни Департамента имущественных отношений Минобороны, ни непосредственно, как раньше предположено, была Омская КЭЧ. И был человек, многие его знают, Павлов Николай Евгеньевич, или слышали о нем, который представлял интересы Минобороны, имел доверенность, и с ним он мог принимать управленческие решения или хотя бы их транслировать в Москву. Сегодня мы работаем через ЧИТУ, через учреждения, которые ограничены функционально, не принимают решений, и на самом деле нам приходится часть информации получать, в принципе, от командиров воинских частей, как балансодержателей отдельных объектов. Но пока что система не налажена. Хотя, конечно, существующее руководство Минобороны, и замминистра Цаликов, и непосредственно руководитель Департамента имущественных отношений Куракин, видно их желание рационально использовать военные имущества. Более того, например, мы не дали, как месяца полтора назад получили такое, ну не только мы, все регионы, предложение от Минобороны подвижимому имуществу. То есть большой альбом, связанный, скажем, с неиспользуемой военной техникой, разными видами военного снаряжения, выведенного из эксплуатации, вплоть до катеров и некоторых кораблей. То есть, пожалуйста, регионы, кому необходимо для хозяйствования, пожалуйста, выбирайте. И наше, в частности, главное управление по ГОЧС, то есть определенную выборку сделало, мы посмотрели по технике, и, возможно, мы что-то и получим. То есть видно их желание, старание распорядиться имуществом. Но пока вот его много не оформленного. Беда в том, что, например, когда вот особенно по недвижимости, они пытаются начать процедуру передачи, а мы выходим с муниципалитетами и смотрим, а каких-то объектов нет. Мы полгода доказывали, что они, то, что они считают двумя детскими садиками, на самом деле является одним детским садиком. Ну вот у них такая система учета, что они этого не могли понять очень долго. Мы им писали, писали, они в итоге, наконец, сделали к себе загалочку. То есть вот та процедура оформления документов, которая, скажем, в значительной мере проведена, ну вот по областной собственности, я могу сказать, да, 95% объектов имеют надлежащую техническую и православную документацию. Да, по муниципалитетам, естественно, абсолютно разная цифра по разным районам, но тоже в среднем, предположим, более половины. Вот. По имуществу Минобороны, к сожалению, цифра гораздо ниже. И что касается объектов, которые у них останутся, им придется их самим дооформлять. А беда в том, что вот законы 423-го по передаче в муниципальную собственность, они передают как есть. Вот забирайте как есть, с теми документами, которые у нас есть, ну а там сами дальше дооформите. И это еще одна проблема, которая перекладывается, к сожалению, на муниципальное образование, но здесь деваться некуда, придется выполнять. Я под вопрос сейчас задам к этой же теме. По поводу выделения участков. Минобороны эти земли, они как бы в перспективе такой пока еще необозримой. А вот Оксана Григорьева, депутат законодательного собрания, предложила использовать метод жеребьевки, вот чтобы каждый там из участников этого процесса вытягивал свой участок. И вот как вы относитесь к этому, к такому варианту? Значит, да, у нас вот для того, чтобы ускорить процедуру предоставления земельных участков, мы вот год назад несли изменения в 115-е постановление правительства, и сначала в 731-й закон, вот именно для предоставления перечня. Да, чтобы не как вот раньше было, по одному, да, и все остальные ждут, а вот сразу утвердили перечень, скажем, 20 участков, и ближайшим 20 очередникам предложили сразу. Вот жеребьевку, на самом деле, мы тоже рассматривали, и как бы пытались смоделировать, на самом деле можно. Вот, но при одном условии, то есть эффект от жеребьевки появится в случае, если лишить права отказа от участка. Тогда да. То есть вот тебе вытянул, вот этот участок, все, отказы не принимаются, не нравится, свободен. Ну, конечно, я считаю, это не подход, нельзя так делать. Вот, а если мы оставляем возможность отказа, а тогда, в чем, депутаты из жеребьевка, что предоставление имена предполагает, что при жеребьевке мы лишим граждан права отказа. Оно же на самом деле, оно же может быть, конечно, ну, скажем, нравится-не нравится, эта категория, а может быть объективная, на самом деле, вот в том же Омском районе, мы говорим, да, вот ты живешь в этом, муниципальном образовании, а мы тебе предоставляем, нравится-не нравится, за 40 километров. Ну, тоже такой подход, наверное, неправильный. У кого-то работа, у кого-то учеба, у кого-то там еще какие-то вещи, поэтому все-таки мы говорим, нет, возможность отказа должна быть, то есть, да, человек имеет право выбора, поэтому здесь жеребьевка, как способ, он просто не даст никакого эффекта. Ой, я сейчас не скажу об общих, потому что, да, есть, в принципе, это земли, которые и используются для нужд Минобороны, на которые мы не претендуем, не говорим, вот, а есть, которые с нашей точки зрения неиспользуемы, ну, и мы это видим, да, но речь идет о десятках гектаров на территории Омска, а если по области брать, может быть, и о сотнях. Ну, к сожалению, точную цифру не скажу. Ну, здесь, что считать, вот сейчас категории инвестпроектов, то есть, если мы говорим об объектах недвижимости, ну, вот, достаточно крупные объекты, которые мы уже выставили на торги, это, вот, скажем, здание по 4-й Марьяновской, 4А, два объекта, там, площадью более 3000 квадратных метров, то есть, вполне может быть, один из них, например, реконструирован под жилой дом, вполне возможно. Вот, ну, относительно крупный объект, это вот Лермонтово, 37, здание бывшей типографии, которое тоже, в принципе, может быть реконструировано, ну, в рамках, естественно, позволительных законов о памятниках, но, тем не менее, под какое-то офисное здание, предположим. Вот, если говорить о земельных участках, тут, в принципе, что нужно отметить, что мы подготовили нормативно-правовую базу и выпустили указ губернатора и постановление губернатора об областном инвестиционном земельном фонде. Что это такое? Это некая база данных по перспективным земельным участкам на территории Омской области, которые могут быть вовлечены в инвестпроцесс. При этом, задача поставлена каким образом? То есть, это не только и не сколько участки, находящиеся именно в областной собственности, а любой формы собственности, которая сегодня, скажем, эффективно не используется. Таким образом, в эту базу данных по желаниям правообладателей может попадать любой земельный участок. На каждый земельный участок готовится карточка, отражающая его основные параметры, как кадастровый номер, площадь, так и обеспеченность инженерной коммуникации, транспортной инфраструктуры, вид разрешенного использования и какими-то еще дополнительными сведениями. В этом случае, например, когда инвестор, предположим, приходит в Омскую область с желанием реализовать инвестпроект путем строительства предприятия, логистического центра или еще что-то, он может как раз есть единая база данных, куда заглянуть и определиться, например, что ему больше подходит, какой район, какой и дальше уже распоряжение землей в зависимости от собственника. То есть, это или предоставление из областной собственности, или предоставление из муниципальной, или, возможно, здесь налаживание взаимодействия с частным собственником земли, который может быть тоже, естественно, заинтересован в привлечении на свою землю человека, который будет на ней работать, так или иначе. Поэтому мы не говорим о реализации больших каких-то массивов, а о возможности их вовлечения в инвестиционный процесс. Вот такая база данных, она будет куратором ее Министерства экономики Омской области выступает, а непосредственно будет размещаться для удобства применения на сайте корпорации развития Омской области, которая, по сути, является одним из механизмов реализации стратегии в плане привлечения инвесторов. Да, торги это, опять же, возможный инструмент. То есть, предположим, есть инвестор, которому понравился областной инвестиционный земельный участок. У нас, в сайте, таких сформировано 44 по Омской области. Далее мы можем вести переговоры в какой форме. Это зависит от инвестиций. Инвестор может, например, сказать, да, я бы лучше приобрел в собственность и дальше на своей собственности строил. Пожалуйста, смотрим, что строит наше законодательство, процедура предоставления или торги, пожалуйста, проводим, он может приобрести. Или, предположим, он говорит, нет, я хотел бы пока арендовать землю, там получить разрешение на строительство или объекты не связаны со строительством, пожалуйста, а в дальнейшем, может быть, буду приобретать. Пожалуйста, сегодня заключаем договор аренды. Опять же, в порядке установленного законодательства. То есть, Максимально благоприятные условия для того, чтобы он принял положительное решение. Хочешь выкупить, пожалуйста, арендовать хочешь, пожалуйста. Хочешь там муниципальную землю, давайте приглашаем муниципалитет, начинаем переговоры на уровне Омской области, чтобы не было лишних административных барьеров и так далее. То есть, в конце концов, все заинтересованы в экономическом оборудовании. Не сильно подробнее, потому что на самом деле решений окончательных не принято. Сегодня министерством экономики производится расчет финансовой модели, может быть. Потому что мы говорим о том, что это не просто предприятие, которое работает в сфере производства чего-нибудь. Это все-таки инфраструктурная организация и самое главное, связанное с тарифным регулированием. Поэтому любые действия, связанные с управлением имуществом, гастроэксплуатацией, должны быть пропущены через призму, как это отразится на тарифах. Причем не в обывательском понимании, увеличится, уменьшится, а как они будут соотноситься с тарифами других организаций, ну и в конце концов, тем не менее, для каждого конкретного потребителя. Поэтому вот эта модель, она рассчитывается. То, что я рассказывал в интервью, это были как раз варианты развития событий. А, например, то, что в ходе переговора с «Газпромом», да, это управляющая организация, созданная «Газпромом», которая осуществляет единую, во-первых, политику, связанную с тарифом образования, потому что мы знаем, что «Газпром» предпринял определенные действия по приобретению акций «Облгаза» и собственные активы имеет. Кроме того, такая управляющая организация, это организация по привлечению инвестиций со стороны «Газпрома». Поэтому здесь, когда мы говорим, если она, предположим, будет управлять нашими активами, то здесь возможна их модернизация, реконструкция и т.д. А кто еще крупные игроки, которые имеют именно возможность? Понимаете, мы же говорим о комплексной газификации, и, по сути, цель-то какая? Во-первых, обеспечение потребителями уже существующих газопроводов в Омской области, которые на сегодня нагружены всего лишь на 40%. А во-вторых, строительство новых газопроводов в Северный район, и там, где газа нет вообще. Эти же задачи. Я не говорю сейчас про, например, сегмент газомоторного топлива, тоже перспективное, однозначное направление. А я сейчас говорю про обеспечение объектов социальной инфраструктуры, перевод котельных на газ, ну и, в конце концов, вплоть до частных домостроений. Поэтому здесь мы говорим о том, что ищутся рациональные механизмы взаимодействия с «Газпромом» в этой части. Не обязательно, кстати, с «Газпромом». Если будут другие предложения, естественно, правительство Омской области готовы работать с любыми инвесторами, но которые именно не в принципе, вот вы нам что-то отдайте, а мы будем там разбираться, да, а которые готовы идти с конкретными предметными предложениями, с конкретными суммами инвестиций, с конкретными технологиями и схемами развития. Тогда есть смысл вести какие-то переговоры. То есть сегодня мы говорим о стадии еще далекой от принятия решения. Я думаю, да, по мере того, как будут определенные шаги там уже произведены, мы, естественно, проинформируем, куда мы двигаемся. Да, да, да. Нет, здесь вот мы и говорим, что при рассмотрении вариантов взаимодействия, вот как мы уже обсудили, это управляющая организация, в принципе рассматривалась возможность и при приобретении этого предприятия, ну, скажем так, «Газпромом», хотя понятно, это были бы торги, открытые торги, как положено. Другое дело, что так же, как в случае с «Теврис» и «Нефтегазом», если мы не видим игроков, ну, не может быть какой-то там владелец торговой розничной сети пойти в этот бизнес вот так вот, потому что это однозначно специфические сферы управления, да, здесь не может быть очень много игроков. Да, да, вот, поэтому мы включили в план приватизации исключительно с целью, чтобы в случае, если вот такой вариант развития событий пойдет, у нас уже нормативно-правовые вещи готовы, да, то есть не нужно бежать срочно в правительство там и вносить изменения в план приватизации, а мы могли уже провести оценку, да, и уже выставлять на торги. Вот, но сегодня мы этих действий не производим, то есть он в плане есть, тем не менее, оценку мы не производим, активов, ну, а без этого, соответственно, и не может быть объявления аукциона. Сегодня этих действий нет. Юрий Юрьевич, ваше вопрос. Макдонавс претендует. Нет, вот, смотрите, план приватизации, он в большей части, вот если вы будете смотреть, он на самом деле сформирован из относительно небольших незнаковых объектов. То есть мы, принцип отчуждения имущества, да, это мы отчуждаем то, что или требует, скажем, серьезных инвестиций для развития и возможный там какой-то импульс, но вот даже, предположим, если бы это случилось с гастроэксплуатацией, да, не потому что мы хотим от нее избавиться, да, а потому что мы понимаем, что с приходом такого собственника, как Газпром, да, то есть это, ну, шаг вперед там очень большой может быть для него. Или это объекты, которые не востребованы для государственных нужд и в том числе для муниципальных. Потому что, например, даже в области, вот, предположим, я бы хотел продать объект с точки зрения получения доходов в областной бюджет, но приходит глава городского поселения или глава района и говорит, понимаете, нужно разместить библиотеку, лыжную базу, еще какой-то объект муниципальный, передайте, пожалуйста, в муниципальную собственность. И здесь, естественно, губернаторам рассматриваются такие вопросы и могут приниматься решения, и зачастую принимаются решения в пользу муниципалитета. Вроде как ущерб областному бюджету, но тем не менее мы говорим, да, мы содействуем органам местного управления в реализации своих функций, потому что в плане недвижимости у муниципалитетов не так, что все и хорошо. Вот, город Омск еще располагает какой-то такой хорошей базой, да, которую в аренду можно сдавать, продавать и еще останется. Вот, а в районах хуже с этим. Поэтому мы говорим, мы продаем объекты относительно небольшие. Это, я бы не сказал, инвестиции. Это приобретение, да, потом там ремонт, реконструкция и так далее, но это вот не такие инвестиционные проекты, как построить завод. Поэтому здесь я бы не смог ответить на вопрос, что вот определите круг наших покупателей. Это может быть даже частное лицо, это может быть мелкий предприниматель, средний предприниматель, это не какая-то там гигантская там транснациональная корпорация. На какие-то объекты, ну, это такой же процесс купли-продажи, как любой другой, как вот вы, предположим, квартиру продаете. То есть ее, может быть, вы можете продавать год, а можете на следующий день продать. То есть какие-то объекты, бывает, у нас переходят из программы в программу несколько лет, потому что, ну, не находят своего покупателя, даже с учетом снижения цены. На какие-то, вот знаете, я в администрации города Умска когда работал, там очень много торгов было и все, бывает иногда очень трудно прогнозировать. Кажется, что объект вроде как неинтересный, приходит там 8 заявителей, они бьются на аукционе. В другом случае нам кажется, что прекрасный объект, у него потенциал все, а заявителей нет. То есть это на самом деле, ну, лотерея не лотерея, но определенный есть вопрос, вот, удачи или еще что-то. Поэтому мы-то со своей стороны, я все поручения по этому поводу дал, вот, нашему подвижностному учреждению, которое непосредственно проводит процедуру торгов, интенсифицировать деятельность, связанную, ну, сколько это возможно, с рекламой. То есть мы изменили там подачу информации на нашем сайте, мы работаем с муниципалитетами по рекламе объектов в районах, мы дали поручения нашим представителям, работаем с комитетами по управлению имуществом областными, чтобы как можно больше предпринимателей, в основном, да, ну, прямо скажем, основные наши клиенты – это мелкий и средний бизнес, вот, особенно по районам, да, чтобы максимальное количество людей об этом узнали, и если предприниматель хотел бы что-то приобрести, он бы пришел на наши торги. – Так, ну, кто где, в принципе, это в конкурсной документации все есть. То есть у нас первый вот этот вот блок, 12 детских садов должны быть построены, 5 из них в городе Омске и 7 в районах Омской области. То есть эта информация известна, она зафиксирована конкурсными условиями. Вот, что касается анализа компании, ну, у меня, конечно, нет возможности и законных оснований проверить их, финансово-хозяйственная деятельность, там, есть ли у них деньги и так далее. Вот, тем более, что, ну, мы знаем из практики работы любого строителя, что за собственные деньги-то никто не строит, они всегда заемные. Поэтому, да, сегодня возможно, ну, я же не могу сказать, покажите ваш счет, есть ли у вас там 2 миллиарда рублей для строительства 12 детских садов. Ну, нет, да, то есть это, по сути, управляющая организация, которая организует процесс строительства, да, путем привлечения заемных средств. Мы все понимаем, что по-другому никто и не построит. Тем более, что здесь сложность концессионных соглашений, то, что деньги очень длинные, десятилетние. То есть это сложная система кредитования, перекредитования, да, обеспечения именно относительно дешевых денег, чтобы уложиться в наши требования по нормативу стоимости, да, мы же ограничиваем, мы не говорим, построите нам любой ценой. Мы говорим, вот ограничение, да, столько-то рублей за одно детское место и не больше, да. Но, естественно, ситуация в том, что и федеральный закон о концессионных соглашениях 115-й говорит о том, что обязанностью концессионента является и обеспечение доходности концессионера. А в нашем случае, когда мы строим объекты социального использования, которые сами по себе денег зарабатывать не будут, да, вот мы видим закон о концессионных соглашениях, он, конечно, в большей мере предназначен для крупных инфраструктурных проектов. Вот автомобильная дорога, какой-нибудь там терминал, хаб, там, что-то там инфраструктурное такое большое, да. Вот, для соцсферы он значительно менее подходит и более сложен. Почему так получилось, что мы в конкурсную документацию два раза вносили изменения? И на сегодня у нас срок определения победителя передвинут на 10 июня. Потому что мы вынуждены были, ну вот, с ученой публикации, она работа не закончилась. Это же первое для нас концессионное соглашение. И мы продолжили работу с Министерством экономики и корпорацией развития вот по доработке именно финансовой модели этой концессии. Потому что, ну, прямо мы говорим, да, мы же, наша цель построить такие детские сады, в которые дети будут ходить на тех же самых условиях, на которые сегодня дети ходят в муниципальные детские сады, да, а не коммерческие, да. Вот, поэтому, соответственно, по сути, они будут полностью оплачены правительством в Московской области. Там нет коммерческой составляющей. И в этом сложность была разработка именно финансовой модели, по которой мы в течение 10 лет будем концессионеру-инвестору возвращать эти самые деньги. Мы эту модель немного доработали с учетом того, что, ну, определенные события, да, которые мы видим в экономике мировой и российской произошли за полгода, как мы объявили концессию, да, мы вынуждены были сделать поправки на инфляцию, вот, доработали и на месяц вынуждены были продлить. Соответственно, наш конкурс состоится 10 июня, где будет определен победитель, с которым уже будет заключаться как концессионные соглашения, ну, победители, потому что у нас каждый лот отдельно, да, и, возможно, разные компании могут выиграть по разным лоту. В принципе, это допускается, ничего плохого мы в этом не видим. Вот, соответственно, с ними будут заключаться концессионные соглашения, и им будут в аренду предоставляться земельные участки для непосредственно строительства. Вот, до конца 16-го года, 15-го, они должны построить. То есть эти компании в какой-то мере можно считать котами в мешке? Ну, понимаете, как любая конкурсная процедура, естественно. То есть сегодня, возьмите 44-й федеральный закон, да, то есть кто придет на поставку товаров, оказание услуг, да, точно так же предложившие минимальную цену, как у нас по кадастровой оценке произошло, да. Да, на самом деле риск есть, но и гарантии, то есть есть, то есть, если почитать закон о конституционных соглашениях, и мы это все прописали в конкурсной документации, то есть компания, победившая, она вынуждена будет обеспечивать нам и банковские гарантии, и страхование, и они внесли залог, и, естественно, по каждому этапу будет контроль их деятельности, то есть, ну и опять же, нужно понимать, что, ну, а смысл им заходить, не имея возможности строить. Ну, хорошо, выиграл он конкурс, а денег на стройку нет, ну, не строит, а что он получил? Только потом штрафные санкции с нашей стороны, потерю залога, да, и попадание в черный список, ну, пожалуйста. Да, нам будет минус, мы потеряем время, нам же нужны детские сады, мы же затеваем концессионные процедуры не ради самих процедур, да, а нам нужно получить садики. Вот, поэтому, конечно, это будет для нас плохой расклад, но я здесь не вижу смысла участвовать абсолютно каким-то пустышком, потому что не пойму, где они в этом случае могут получить какую-то пользу для себя. Поэтому, мне кажется, ну, я надеюсь на это, что все-таки это компании, которые будут строить и построят нам те самые долгожданные садики. Есть сложности с обеспечением САНПИНов, нет, естественно, то есть в проектно-осметную документацию будут включены мероприятия, связанные с обеспечением, ну, решения этих вопросов там. И, ну, вот, где у нас там железная дорога проблемы были, то есть там будут экраны предусмотрены, а здесь это особый вид окон, и там есть какие-то щелевые притворы, так называемые. Ну, то есть технические решения существуют. Здесь, на самом деле, нужно сказать, что вот когда мы говорили о проблемах с земельными участками для многодетных на территории города Омска, на самом деле абсолютно аналогичные проблемы и для земельных участков для строительства детских дошкольных учреждений. Почему, кстати, вот мы и вносили первый раз изменения в концессионную документацию, когда просто по нормативу участок по квадратным метрам, по квадратуре, подходит для строительства, скажем, 300-местного детского садика, да, а там сам садик нужно посадить, там подсобное здание и места для, ну, гуляния, вот как они там называются. Вот, а когда этот участок посадили непосредственно на местность, да, и посмотрели, а что происходит вокруг, а здесь оказалась трасса, а здесь оказалась там промзона и все такое, и участок начал скукоживаться, оказалось, что такое здание уже посадить невозможно. Вот, и мы сегодня, например, работаем по, ну, так называемой второй очереди концессионных соглашений, и город, вот, он активно предлагает, давайте вот этот участок рассмотрим, и они на 90% отсеиваются. То федеральная собственность, то предоставленную уже под комплексную застройку, там вырезать кусок нельзя, то промзона, то вид разрешенного использования изменить невозможно, то по площади только 50-местный детский садик, а смысла такой строить нет, он не рентабельный в плане эксплуатации. И у нас отсеиваются, 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 и мы сегодня не можем набрать даже 10 земельных участков на территории города Омска, пригодных для строительства дошкольных детских образовательных учреждений. Почему мы говорим, что в первую очередь мы вынуждены какие-то еще мероприятия, связанные с соблюдением САНПИНов, потому что выбора нет. На самом деле очень плохо. И мы вынуждены отрабатывать и тянуть любой земельный участок, который может быть использован для этих целей. Очень большой дефицит. Как ни странно, город вроде как большой, а посадить земельный, ну, он же требует территории. Как бы это было просто здание, вошел-вышел там, а рядом три машины поставил, конечно, было бы проще. Коллеги, есть еще вопрос? Ну, я, конечно, был бы излишне самоуверен, если бы сказал, что нет опасений. Естественно, опасаться нужно всегда. Поэтому-то мы и говорим, что существующие объекты, если они не находят собственников, ну, во-первых, мы можем и изменять, вы видели тоже это, вид, способ приватизации, это переход от формы аукциона с повышением, да, к публичному предложению, например. То есть я-то считаю, что любой объект имеет цену. Другое дело, что, конечно, не хочется отдавать сильно дешево. Но поэтому в этом-то наша и задача, что в ходе инвентаризации предложить другие объекты. Если эти не находят своего покупателя, значит, внести в план иные объекты, которые все-таки мы продадим и план выполним. Потому что это задача номер один. Поэтому вот в ближайшее время вы уже увидите такие новые объекты. И в дальнейшем мы будем их добавлять. Я считаю, что там есть однозначно инвестиционно-привлекательные объекты. Ну и какие-то тоже, опять же, мелкие, но интересные для мелкого и среднего бизнеса именно на территории города Омска. Вот давайте определимся. Мы же сейчас говорим про Министерство имущественных отношений как орган, управляющий областной собственностью. Правильно? Вот мы не планируем продажу больших, вот как в этих крупных земельных участках. Вообще не планируем. Но в случае, если из тех инвестиционных площадок 44 в районах Омской области, которые подобраны, предположим, появится инвестор, который, да, хотел бы именно получить этот участок не на условиях аренды, а говорит, да, я хотел бы купить, тогда да, мы в интересах него проведем, например, эти торги. Ну, опять же, там может быть участвовать, естественно, неограниченное количество участников. Но сегодня мы, вот какие-то такие массивы, если вы, например, может быть, имеете в виду, как администрация города Омска раньше продавала подкомплексную застройку планировочными районами, у нас таких участков, в принципе, нет в собственности Омской области. Последний вопрос. Оставляю его себе. По поводу новой кадастровой оценки земельных участков на территории Омска. Кадастровая оценка 2007 года вызвала шквал негодования, особенно со стороны предпринимательского сообщества. До 2011 года, но более корректно, оно даже не всех удовлетворило. Сейчас новая кадастровая оценка. Насколько она будет адекватна? Мне тоже интересно. Вообще, кто будет ее проводить? Вот я знаю, что 12 мая пройдет электронный аукцион. Не повторится ли та ситуация, что была с питерской компанией, которая там субподрядчика какого-то с поборжи взяла, забрала деньги и предоставила неадекватную кадастровую оценку? На самом деле, мы уже частично этот вопрос обсудили, когда говорили про торги. То есть, на самом деле, это лотерея. Лотерея, да? Естественно, мы, пресса, я так понимаю, следила за историей, поэтому мы попытались, так как сделали в прошлом году по землям сельхозназначения, провести конкурс на определение оценщика для проведения кадастровой стоимости земель поселения. И в прошлом году ФАС нам согласовала эти действия, ну а в этом году вот они посчитали, что изменился федеральный закон, хотя вот, например, для нас это не очевидно. И по оценкам экспертов, если бы мы это решение пошли оспорить в суд, то с высокой долей вероятности мы могли бы выиграть. Но мы бы тогда потеряли этот год. Поэтому было принято решение, что как бы не спорить и сделать так, как предлагает ФАС, перейти на процедуру аукциона. Хотя здесь, да, у нас нет возможности определять какие-то требования к квалификации оценщика. Здесь кто дешевле сделает, тот и выиграл. — И опять могут дистанционно оценить нашу землю откуда-нибудь из Вагограда? — Ну, опасения есть. Здесь, да. — А вы тогда можете вмешаться в этот процесс, скорректировать ситуацию? — Ну, вот скорректировать ситуацию по определению победителя — нет. — Нет, не по определению, а по его деятельности. — Да. То есть здесь есть такой механизм, предусмотренный законодательством, как промежуточный контроль деятельности оценочной организации. Мы это все заложили в конкурсную документацию, в аукционную документацию. Соответственно, да, то есть здесь не получится ситуация, что вот как черный ящик, вот они работали, 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 а в октябре выдали нам какой-то продукт, и мы увидели и ужаснулись. Такое здесь не повторится. То есть мы будем каждый этап деятельности, а там, ну, соответственно, там сбор, обработка данных, да, там предварительная оценка, все мы будем контролировать и будем требовать отсчетности по каждому этапу. Если мы увидим сразу, что эта организация, ну, не обладает соответствующими возможностями и знаниями, и они допускают эти там нарушения или невнимательность, ну, я не знаю, посмотрим, да, то, естественно, мы тогда будем принимать меры по расторжению контракта. Проблема в том, что, конечно, опять мы год потеряем, но в данном случае будет лучше потерять год, чем получить неадекватную оценку. Вот, поэтому будем надеяться все-таки на то, что придут люди, которые способны выполнить эту работу. Ну, хотелось бы надеяться. Еще такой прикладной вопрос. Вот я, допустим, гражданин, да, частное лицо, дачный участок, мы оценили, дали мне вот результаты, кадастровой оценки, я с ним не согласна, к примеру, или предприниматель, который... Вот есть какие-то пути возврата, или меня поставили перед фактом, и все, с этим я живу пять лет до следующей, или я могу как-то вмешаться в процесс? Значит, пока законодательная процедура оспаривания кадастровой оценки не изменилась, хотя про это были разговоры, что, возможно, она будет изменена, но сегодня она действует такая же, как была и раньше. То есть, в течение полугода можно заявиться в специальную комиссию, которая создается при Росреестре, и там, ну, она межведомственная комиссия, и с документами об оспаривании оценки. Но здесь, да, ситуация какая, здесь нужно или иметь, скажем, оценку стоимости этого участка на момент проведения кадастровой оценки, и сказать, что вот, видите, не совпадает, да, вот мой участок отдельно оценивали, вот он, другая цена, да, вот, или иметь некие доказательства, что оценщик, проводя оценку, применил неверные данные, ну, или получил неверные данные, то есть такое, на самом деле, тоже бывает, и от этого никто не застрахован, что при оценке, там, группы земельных участков, или, там, категории, да, какие-то, он получил недостоверные сведения, и поэтому он его неправильно применил. Вот если такие вещи есть, то есть можно в эту комиссию прийти, и там этот вопрос порешать. Вот, если комиссия не решает, или если прошел полугодовой срок, то суд, в среднем порядке. Понятно. Ну, наверное, все. Нет, ну, если есть еще какие-то, любые вопросы, вас интересует только приватизация, или вообще неналоговые доходы, потому что, на самом деле, непосредственно отчуждение имущества, это, ну, процентно, ну, не более 10-15% от тех доходов, которые мы администрируем, то есть, на самом деле, вот если говорить в целом, а не налоговых, вот, первичный план я озвучил, 185 миллионов на этот год, вот, мы уже в этом году получили 44 миллиона от всех видов доходов. Вот, непосредственно, если вас интересует цифра от приватизации в этом году, мы получили 15 миллионов, но это, включая переходящие из прошлого года платежи, то есть, были сделки, да, которые, предположим, совершились в декабре, но срок оплаты наступил в январе, да, вот, то есть, вместе с ними, да, вот такой вот порядок цифр, вот, но мы говорим, мы не считаем приватизацию основным источником доходов, все-таки, вот, возобновляемые источники в виде аренды, они более рациональные, когда мы получаем арендную плату, но ее получаем в течение длительного, но с другой стороны, с другой стороны, для бизнеса приватизация, на самом деле, это, ну, в свое вкладывать интересней, да, и мы говорим, каким-то объектам, на самом деле, вот, это очень большая практика и у области, и у города, что каким-то объектам недвижимости приватизации дает вторую жизнь, что понятно, муниципалитет, там, для муниципальных нужд не нужно, оно там стоит, там, разрушается, не используется, а приходит предприниматель и делает хороший ремонт, и в дальнейшем это, может, здание даже украшать, там, город Омск, там, или какое-то другое... Ну, это, конечно, примитивно, нет, ну, вот, даже многие памятники архитектуры, да, то есть, государство, к сожалению, не всегда есть возможности в надлежащем порядке обеспечивать содержание объектов культуры, на фонтан сбрасываемся, на фонтан. А все-таки у бизнеса таких возможностей бывает больше. Понятно. Виктор Юрьевич, спасибо вам большое за то, что вы пришли, за то, что вы, ну, просто смелый человек. Это моя работа? Да.